Добро пожаловать на канал HardRessetInfo Перед нами находится телефон TCL 408 И сейчас мы разберемся Как обойти защиту Google при сбросе пароля на данном устройстве Итак, что же нам для этого понадобится? Нам понадобится Компьютер Желательно с операционной системой Windows от 7 до 11 Также нам понадобится USB кабель С переходом на Type-C Чтобы он подошел и нашему компьютеру И нашему телефону Чтобы мы смогли их связать А также понадобится установить на наш компьютер Драйвера И одно приложение для обхода защиты Google Ну и на этом все Также нам понадобится сеть Wi-Fi На это уже чуть похоже Итак Для начала Что же мы делаем? Переходим в ваш браузер На компьютере И открываем сайт HardReset.info Здесь в поисковике Вписываем название своего телефона TCL 408 Нажимаем Search или поиск После чего выбираем сам телефон И выбираем центральную кнопку Bypass Google Verification Теперь Как видите здесь тоже написано Необходимые вещи и драйверы И вот у нас есть Ссылка для установки драйверов Universal MTK CPU Driver Мы нажимаем Download Ждем пока архив установится Теперь переходим в установленный файл Это дело мы Распаковываем в выбранную папку Я это все распакую на рабочий стол Нажимаем ОК Так как у меня это все дело есть Я сейчас это уже перемещать не буду Теперь Заходим в вот эту вот папочку Вы ее только что уже распаковали MTK Driver Заходите в эту папку И нажимаем два раза по вот этому пакетному файлу MTK Auto OS Version Select Этот файл выберет Проанализирует вашу операционную систему И выберет для вас наиболее подходящий файл И его установит После чего Вы увидите вот такое вот Всплывающее окно Где вам уже предложат устанавливать все Установите Nokia То есть я то это оставлю Потому что у меня уже это есть все Не хочется мешать драйвера Но это все у вас будет выглядеть Вот таким вот макаром То есть вы нажмете на MTK Auto OS Version Select После чего Нужно будет нажать Next Install Дальше нажимаем снова Install И Finish Дальше Дальше Есть Такая вот Прибалутка Для тех кто пользуется Windows 10 Вам нужно будет еще найти Вот такой вот файл У него довольно таки странное название WPDMTP .inf Я сейчас скопирую это название Вам нужно сейчас перейти на рабочий стол И открыть ваш этот компьютер Переходим в локальный диск В Windows Здесь ищем Inf Папка Inf И теперь здесь в этой папке Надо найти наш Такой вот интересный Файл С весьма непонятным Немножечко названием Совершаем поиск Нам нужен Именно Inf Именно Inf Вот он по идее Нажимаем на этот файл Левой Ой Правой кнопкой мыши И нажимаем Установить Устанавливаем его После чего Перезагружаем ваш компьютер То есть Пуск Выключение Перезагрузка Я этого делать не буду Так у меня уже Устанавливано Но вам нужно перезагрузить Ваш компьютер Чтобы драйвера Установились И уже Присвоились На место После чего Переходим Когда уже Компьютер включился Сначала мы переходим В Параметры Защита от вирусов И угроз То есть Выбираем Параметры Обновление И безопасность Безопасность Windows Защита от вирусов И угроз Разрешенные угрозы Ага Не туда Защита от вирусов А и вот Управление Настройками параметров И выключаем Всю защиту Выключаем защиту Вашего антивируса Почему? Потому что На куче Приложений Которые необходимы Для того Чтобы Снять Блокировку С телефона Их почему-то Расценивают Как вирус Вируса в нем Нет Все нормально Можете Спокойно Устанавливать Но опять-таки На свой страх и риск Переходим Теперь В Google Chrome Открываем Ссылку Для Медиатек ФРП Байпас Тул Устанавливаем У меня теперь Chrome Отоблочит Поэтому Я перейду В Настройки И тоже Тут чуть-чуть Выключаю Защиту Для того Чтобы Нормально Себе Установить Эти драйвера Хорошо Теперь Распаковываем Это все Дело Я чуть Переборщил Ctrl J Опа Showing Folder Теперь Это все Дело Я Опять-таки Распаковываю На выбранную Папку На рабочий Стол Окей Потом Переходим Вот в такую Папочку Медиатак Универсал Тул Тул И Здесь Нажимаем На это приложение Переходим Приложение Здесь Нажимаем Тулс Драйвер И выбираем X64 Нажимаем После чего Снова-таки Все это дело Закрываем И Перезагружаем Наш Компьютер Как только Перезагрузили Компьютер Снова-таки Пуск Параметры Безопасность Windows Обновление Безопасность Безопасность Windows Защита от Вируса FUGRO Управление Настройками Параметров Защиты Отключаем Всю защиту Для того Чтобы Компьютер Не удалил Необходимые Нам сейчас Файлы После чего Переходим Снова-таки В MediaTek Universal Tools MediaTek Universal Tools Выбираем Здесь Arrays FRP После чего Уже Почти Нажимаем Start Но Сначала Давайте Подготовим Наш сам Телефон Зажимаем То есть Я его уже Выключил Питание Зажимаем Кнопку Увеличения Громкости Кнопку Питания Отпускаем Кнопку Питания Когда Появился Громкости Спускаемся Вниз К Vibe Data And Factory Reset Нажимаем Кнопку Питания Factory Data Reset Теперь Нажимаем На кнопку Питания Чтобы Наш Телефон Перезагрузился Итак Когда Телефон Включился Мы Его Выключаем Зажимаем Кнопку Питания Нажимаем Power Off То есть Выключить Теперь На нашем Компьютере Уже Выбрали В Майдетаке Universal Tools Arrays FRP Нажимаем Start Берем USB кабель Заготавливаем Теперь Зажимаем Две кнопки Громкости На нашем Телефоне И Вставляем Кабель Для Соединения Нашего Телефона Итак Процесс Написано Что Окончен Мы Вынимаем USB Type-C Отпускаем Кнопки Громкости И можем Включать Наш телефон Итак Теперь Выбираем Язык Использования Region Начать Далее Настроить Офлайн Далее Далее Еще Еще Принять Далее А Пропустить 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 Далее 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 готова я согласен пропустить и на этом уже почти все последнее что мы еще сделаем так это перейдем в настройки в самый конец настроек система заводские установки удалить все данные удалить все данные и после того как вы удалите все данные ваш телефон снова перейдет на экран первичной настройки но вы уже сможете настроить ваш телефон без всяких проблем на этом все спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки до скорых встреч